Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Надежду. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в своем биополе. Наперед сеанс. Доверит. Хорошо. Я даю команду. На счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Надежды, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Надежды. Находит все. У нее арахноид и ящер. Ящер. Хорошо. Кто еще? Инсектоид, джинн и бес. Кто из присутствующих присутствует еще в квартире Надежды? Арахноид, джинн и бес. Джинн и бес. Хорошо. Мы сегодня будем и квартиру чистить, поэтому был вопрос. Все знают, где они находятся. В процессе реверса энергии я буду задавать вам вопросы и будете отвечать на эти вопросы. Я даю команду тонкой копии надежды спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к надежде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Считай герцовку у беса над головой. Беса восьмерка. Давай посмотрим ее на конструкцию. Может, к ней тоже нужно вернуть. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует сейчас надежду, отключает полностью до последнего датчика чипа импланты конвектора. Всю конструкцию ящера, все это выходит вместе с энергиями этой конструкции и зависает перед надеждой. Один, два, три. Скэнер сканирует, отключает полностью конструкцию ящера и выводит ее. Неважная конструкция. Итак, у беса 8 герц. Бес, сколько ты находился в биополе? 5 лет. Он выходит, заходит. Конструкция вышла. Хорошо. Отправляю конструкцию в клетку-тюрьму. Выстраиваю канал от надежды к этой конструкции и по этому каналу отдаю весь негатив. Все, что пришло от этой конструкции назад до 100%. Один, два, три. Пошел мощный поток. Много возвращается. Посмотри, что идет. У нее боли какие-то как ломки. Я бы сказала, что конструкция идет от плеч, от шеи и вниз по рукам, по ногам, позвоночник. Джин, считай цифры над головой. 36, 12. 36, 12. Хорошо. Мы ждем сейчас окончания обоих реверсов и к конструкции и к интерферентам. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Надежда забирается чистой, светлой, божественной энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает надежда себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. А ну посмотри, что идет из конструкции. ДНК идет. ДНК воровал. Хорошо. Джин, сколько ты находился в этом биополе? Семь лет. Семь лет. Хорошо. Ящер, зачем ты воровал ДНК? У тебя есть контракт с этой душой. У тебя есть разрешение ее на твои эксперименты. У него нет разрешения, но он старался ей показать другие миры во снах, чтобы подключить ее. Если у тебя нет контракта, значит ты здесь нелегально. Сколько ты находился в ее биополе? Тринадцать лет. Тринадцать лет. Постепенно строил конструкцию, продлевал ее. И какая цель твоей конструкции была? Подключение этой конструкции. Перенести душу полностью с ДНК. В эту конструкцию? Да, и управлять ей. А что бы осталось от человека после того, когда ты забрал из него душу полностью? Что бы с этим... И где такие люди оказываются потом? На земле? В психиатрических клиниках. Они сплошь. Он не действовал резко. Он бы подождал до окончания ее века. Тебе даже известно окончание ее века, да? А то, что ты его укорачивал, тебе не приходило в голову, да? Нет, ему неизвестно. А то, что ты укорачивал, ее век тебе в голову приходило? Или ты чувствовал свою безнаказанность? Приходило, но я умею ждать. Приходило. Ну, хорошо. Я-то решил тебе новые мысли, чтобы тебе в голову приходили тоже презентировать. В моих руках появляется живая плазма. Один, два, три. Вот, посмотри. Это тебе для новых эмоций. Если надежда скажет дать тебе этой плазмы, я с удовольствием тебе ее дам и отправлю тебя на твою чистоту. Вот так вот, ящер. Я не разрешаю тебе использовать плазму. А я не собираюсь тебя слушать в том плане, потому что ты находишься сейчас в биополе надежды. А она хозяйка в своем биополе, не ты. Понимаешь? Поэтому я исполняю только ее просьбы. Если она попросит меня дать ящеру живой плазмы, что ты думаешь, я сделаю? Я буду ждать твоего разрешения, да или нет? Ты нас зашел не на ту территорию, поэтому ты будешь действовать по этим правилам игры. Это неправильно. Вы перескакиваете процедурой. Какие процедуры мы перескакиваем? Ну, расскажи мне, ящер. Какие процедуры за 13 лет? Сперва вы должны обратиться к органам, выполняющим расследование. У меня есть и другие подключки, и есть чем поделиться с ними. А, ты хочешь предложить диль для того, чтобы обвинять себя на эти подключки, да? Скольки людям ты подключен? 12. 12 душ. Вполне возможно, что ты действительно представляешь интерес для межгалактической полиции. Рэм же закончился. Отлично. Хорошо, все, все забрали, вернее, мы все вернули назад. Начинаем тогда с Джина. Тебе выходить не надо. Забирай всю свою пыль. Отключайся полностью. Ничего не забывай, если не хочешь потерять свою челму и все свои магические причиндалы. Готово. Инсектоид. Сколько ты находился в этом биополе? 6 лет. Сколько у тебя инкубаторов находится сейчас в ее биополе? Один большой, второй начал строить. Понятно. Хорошо. Выходи сейчас, отключайся полностью, снимай все крепления, аккуратненько снимай, ничего не забывай. И забирай всю свою жидкость, чтобы там и следа твоего не осталось. Возвращайся в клетку, докладывая готовность к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц, если кто-то что-то забудет или оставит. Он просто сгорит по каналу. Я вас предупредил. Бес, скажи мне, где находятся лярвы в биополе надежды? Ниже живота, сердечная чакра. Хорошо. И поясница. И поясница. Хорошо. Тебя интересуют лярвы? Интересует. Хорошо. Мне нужны ответы на некоторые вопросы. И если ты мне ответы эти дашь, я готов тебе дать эти лярвы. Меня интересует, на какую чистоту ты зашел. Что в ней, какая первородная причина всех ее проблем. Что там, из чего вытекает все остальное. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ее слабые места. На что она реагирует неправильно. И что является твоей чистотой. Вот эти три вопроса. Чем больше информации ты дашь, тем вкуснее будет тебе лярвы. Когда очередь дойдешь, можешь потом рассказать. Ждем инзиктоида. Закончил. Хорошо. Инсиктоид возвращается назад. Хорошо. Бес. Нет, арахноид. Арахноид. Выходи. Снимай всю свою паутину. Иголки вытаскивай. Ничего не забывай. Сколько ты находился в биополе, инсиктоид? 13. 13 лет. Понятно. Как твое воздействие? Какое ты оказывал? Что это было? Головные боли, усталость, каша. Что именно из этого всего? Он вообще какой-то акупунктурщик. У него иглы везде. И шея, и лицо. А что это ты такое творил? Головная. Акупунктурщик. Что ты там творил-то? Так ему удобно было подключать ее к паутине, которая дома. Понятно. У тебя еще дома паутина. И руководить ее органами осязания. Хорошо. Как проявлялось это руководство органами осязания? Что она испытывала? Давление. Где? Кровь. Кровяное давление. Понятно. Значит, это твоя работа была с кровяным давлением. У меня блокировка была из этих игл. Ну, не знаю, арахноид. Я редко встречал отъявленных паразитов. Но ты, по-моему, перешел за 13 лет уже все границы. Он все вытащил. Хорошо. У нас остался ящер. Ящер на твоей частоте. Что-то осталось в биополе? Проверь. Нет, у него конструкция была. Все выверю. Хорошо. Бес, выходи. Отключайся сначала. И как все снимешь, расскажешь мне. Вернее, докладываешь это готовность к проверке. Я дам тебе разрешение на лярвы. Где ты установил свои подключки? И как они действовали? Мой вопрос. Он, знаешь, показывает, руки раскрывает, ладошки и кушает. Как будто она его кормит своим страхом, что ли. У нее внутри трепещет в сердце все. Откуда этот страх? Бес, объясни мне. Это ты его вызывала или у нее был уже? Это ее страх. Плюс все, что в ней находилось, усиливало это. Это понятно, что она усиливала. Но откуда этот страх? Я обращаюсь к Надежде. Надежда, вы можете объяснить причину вашего страха? Чего вы боитесь-то? Причем такой страх, что пять лет без и все остальные кормились. В чем причина? Она не знает причину. Она переживает за близких. Ну, понятно. Хорошо. Сейчас вы видите плоды ваших переживаний. И вот они все сидят, и вы все накормлены и десятилетиями, и сокращают вашу жизнь. Если вам такая жизнь нравится, я не знаю. Просто страх – это недоверие. И вот он, когда возникает, эта частота притягивает всех низкоаббрационных. Итак, Бес, у нас что является основной первой причиной? Страх? Ну, вообще страх идет от негативных мыслей. У нее показывают идут мысли страх потери, страх экономический страх. То есть она как простраивает себе будущее уже в негативе. Вот. Вот именно это я и хотел услышать. Все самое страшное, чем в деталях человек это себе представляет, тем самым он это визуализирует. Визуализация – это ключ к нашим желаниям. Вы его используете. Настоящий момент, Надежда, лично для вашего разрушения. Вы не простраиваете положительные моменты. Вы простраиваете негативные варианты, которые в конце концов, все, что мы себе представляем, сбываются. Вот вам ответ на этот вопрос. Итак, Бес, что ты там установил в ее ногах? Посмотри. Качельки? Ну, он не качельки, а как-то. Похоже на качели, но он не качается, он сидит просто там. Понятно. Ленты вокруг ног у него. На руках есть что-то? Да, есть. Ну, отключай все. Снимай все. За них он дергал ее. Он дергал, чтобы она его кормила. И в этот момент, когда ты дергаешь, какую реакцию ты в ней вызываешь? Что она испытывает? Ну, он показывает, у нее внутри сердечной чакры как боль, какая-то тоска какая-то. Ныть начинает, да? Вот такая боль зудящая. Ну, оно не боль даже, а какое-то что-то. Ее зовет что-то попереживать. Как раз построит негатив. Она начинает думать о любимых людях, где что с ними. Экономический вопрос начинает обдумывать. Понятно. В общем, она начинает искать, где взять этот негатив. Вот это именно то, что я хотел услышать, Надежда. Вы ищете возможность получить негатив. Даже если все хорошо, и солнце светит, и небо голубое, и трава зеленая, вы все равно будете думать о дожде. Это немножко в переносном смысле, но просто вот так вот все получается. Я это вам рассказываю не для того, чтобы вас как-то пристыдить, а для того, чтобы вы поняли, что причина этих подключек в большинстве своем лежит в нас, внутри нас. Мы вам объяснили те энергии, те эмоции, которые притянули этих интерферентов. Вы должны просто это действительно понять. И мы еще чистку не закончили. Дальше будем все вытаскивать это, но просто вы должны понять, что вы, у вас ключ к вашему счастью. И он в вашем сердце. Наполняйте его любою, а не страхом. Хорошо. Итак, бес, все вытащил или нет, я не пойму. Вытащил все. Хорошо, бес. Снимай лярвы, разрешаю тебе их забрать. Ничего не забывай. Готово. Отлично, все, все, все забрали, поехали дальше. Все, все забрали, включая внутренний белый свет 1, 2, 3, этим светом надежда выдавливает из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет, энергия выдавливает, это все, и негатив формируется в шар перед ней. Ей, кстати, негатив этот создавать помогал, арахноид, иголками. Ох, арахноид. Ну что, думаю, не дать ли тебе 100 тысяч герц для того, чтобы немножечко тебя привести в порядок? Не хочет 100 тысяч герц, он еще заберет все из квартиры. Это не условие, я и сам могу все сжечь в квартире. Я просто тебе говорю, ты перешел все границы. Хорошо, открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Я команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к надежде помогаемой энергии сделать импульс высокой аббрационного шуку удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, все прошли проверку. Буду отпускать инсектоида. Инсектоид, ты готова уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Арахноид, Джин и Бес сейчас уйдут в квартиру, будут собирать все, что они раскидали в этой квартире и дожидаться меня. Через 20 минут я приду и проверю все. Открою вам портал на вашу чистоту и потом вы уйдете. После этого я буду запечатывать квартиру. Все понятно? Понятно. Хорошо. Перед тем, как я отпущу Беса, тебя интересует эмоциональный фантом? Конечно. Хорошо. Значит, ты мне еще покажешь в квартире, где все порталы. Мы все это будем закрывать там. И после этого я тебе еще весь негатив соберу в квартире, в дорогу. Ты один там или еще черти? Есть черти. Ну хорошо, значит, с ним поделишься. Устраивает? Устраивает. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом надежды. И проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом вышел черно-коричневым цветом. Хорошо. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Надежда? Готова. Сворачиваю энергию в шар. Бес забираешь? Жду, не дождусь. Отправляю Бесу. Готов. Хорошо. Открываю сейчас два портала в квартиру надежды. Один, два, три. В один портал уходит Арахноид в квартиру. Во второй портал уходит Джин и Бес. Дожидается нас там, все собирают. Закрываю, опечатываю и растворяю оба портала. Готово. Ящер остался один. Да. И его конструкция. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Я на связь. Приветствую. У меня здесь ящер, который хочет обменяться на 12 подключек к 12 людям. У меня еще конструкция его стоит. 13 лет находился. Сейчас он с конструкцией в клетке. Мы все забрали. Хороший экземпляр. Сам сдается. Да. Ринни. Он сказал, все возможности нужно исчерпать. И он сказал, что у него есть что предложить. Я считаю, что это кооперация. Уничтожайте конструкцию. Открываю под конструкцией портал в галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готовы. Ящеры тоже забрали. Отлично. Хорошо. Поехали дальше. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Надежда. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Хорошо себя чувствую. Чувствую энергии внутри себя. Это энергии, которые я храню. Я хранитель. Именно за них я и переживаю. Понятно. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И после этого сразу приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию надежды в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, к каждой клеточке, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она хочет сказать, что она расцвела. Именно так она себя чувствует. Она видит яркость всех энергий своих вокруг вот этой сферы белой, которую она хранит из энергии. Она как ее оберегает. А что за сфера? Внутри. У нее сфера какая-то внутри? Да, энергии. Это ее родные энергии? Белые. Белые. Хорошо. Значит так должно быть. Хорошо. Мы закончили? Сейчас гармонизируется. Готово. Хорошо. Отключаемся от объекта.